Я почему-то решил, что я должен уехать в Литву. Мама была в шоке. Мама подумала, что я уезжаю в Литву для того, чтобы встретить ее первого мужа и просить какие-то деньги, помощь, потому что в музыкальном мире Литвы его очень хорошо знали. Он уже потом был и хороший педагог, и опять же дирижер, и опять же сидел уже в военном оркестре, уже литовского кауновского гарнизона. То есть какие-то связи, чтобы он помог. Я никогда к нему не пришел, никогда у него ничего не попросил. Но он узнал, что я работаю в Кауновском театре, и он мне принес на мой день рождения 3 рубля. Я был безумно счастлив. Я купил вот эту колбасу. Помните, такая была? Она называлась... Целое кольцо я купил колбасу. Она была недорогая, чайная по рублю. Конечно. Вот это кольцо с чайной колбасы. Почти докторская. Да. Два батона я принес в этот театр. С гордостью, что вот я приехал, и я хочу, как принято у актеров, прописаться в этом коллективе. Ну, дай такой маленький бал. Я купил что-то еще, гордо одел на себя значок. Ко мне подходит ведущая танцовщица Кауновского театра, и мне по лицу со всего размаха, бух, а ну, сука, сними свой комсомольский значок. Каунас. Каунас. Но я же приехал в время, когда впервые в СССР, в центре города Каунас, напротив театра оперы-балета, сжег себя первый юноша-диссидент. Вон русские отсюда. А я языка не знаю. А я ничего не знаю. Но я, они любят цыплины, я их не любил. Я это ничего не понимаю. Я приехал работать. И мне эта девочка подошла и сказала, ну, два месяца, если ты выдержишь, будет хорошо. А я тебе советую валить отсюда. Гнилые русские падлы. Вы у нас забрали все. Там за одно, здесь за другое. Да, куда мне бежать? Куда мне бежать? Я никуда не бежал. Я заставил себя за два месяца без акцента, без малейшего акцента в национальном театре говорить на чисто литовском языке. Я по сей день владею литовским. Бежала.